Кто не работает, тот не ест. Вчера в ИК-4 прибыла целая делегация из чиновников и производственников. Цель – взаимовыгодное сотрудничество. В рамках договора о сотрудничестве между правительством Ульяновской области и территориальным СИН мы посетили с директорами предприятий нашу сегодня из ИК-4, из правительственного учреждения номер 4, для того, чтобы ознакомиться с их производственными начинностями. Я хочу сказать, что производство мощности и та продукция, которая выпускается этим учреждением, очень заинтересовала наших директоров крупных предприятий. Впечатляет и уровень подготовки заключенных. Многие из них владеют не одной рабочей профессией. При всех учреждениях работают профтехучилища. Сварщик 6-го разряда – пожалуйста, да еще и с 10-летним стажем работы. Даже «Газпром» готов заказывать здесь не только трубы, но и одежду для сотрудников. Сотрудники УФСИН уверены, пока есть работа, заключенные могут исправиться. Ресоциализация и интеграция назад в общество начинается у желающих с первого дня. Рассказать о нашей системе, о наших возможностях, для того, чтобы организовать в последующем взаимодействие, именно рабочее взаимодействие, в части привлечения осужденных трубок, которые, в свою очередь, не теряют навыки, находясь у нас в местах лишения свободы. Кроме этого, нарабатывают свою практику в дальнейшем, которая после освобождения, она очень им необходима. МВД, Министерство обороны, УАЗ, заказчики различные. Смысл в том, чтобы производство не простаивало. Поэтому контракты нужны. Те, кто работал с УФСИН, знают, что иметь цех на зоне выгоднее, чем в простой промзоне. Например, не нужно тратиться на содержание службы охраны. Есть и второе, и третье. Второй вопрос. Аренда помещений, или, как вы говорите, определенного уровня у вас работники, да, но можно же их подучить, я так понимаю, разместить какое-то небольшое производство. Чисто теоретически пока. Если площади позволят и все остальное. Это реально, да? Да, у нас отсутствие аренды. Завести оборудование свое. Можно. Дерево и металлообработка, швейный цех, производство концентратов супов, киселя, молока – это только вершина производственного айсберга. Ульяновские зоны – это давно не кустарное производство сувениров, а серьезная промышленная составляющая региона. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.